Субтитры создавал DimaTorzok Невинный, чистый, подлинный, подходящий ребенок Он так вырос Я связался с его родителями недавно Они собираются забрать его В большей спешке Ты сделала наиболее важную работу Естественно, я думаю, что логично было бы представить тебя им В этом нет нужды Что с твоим голосом? Это не твой голос, Рен Имя Рен, ее существование Нет нужды говорить им об этом Но... Послушай, Рен Я понимаю, что ты не обычная маленькая девочка, которую можно оценить приличными гритариями Твоя способность в том, как ты бросил эту косу Твои хакерские способности как Китти Твоя способность к логическим и многофункциональным рассуждениям, которые определили между положением мальчика Ты такая тайлангливая, что кажешься практически нереальной Я понимаю, что ты... Как это называется, гений в каком-то смысле Мистер, как я думал, у вас есть весьма хорошие черты Вы правы Такова истинная суть Рен У нас собирают всю информацию, обрабатывают ее и адекватно управляют обстоятельствами, в том числе и собой Боевые умения Умения в бою Хакерские умения Докторские диссертации Манипулирование куклами Чечайный этикет Можете сказать, что все основано на ее истинной сущности Докторская диссертация? Разве это не здорово? Иными словами, это значит, что... Ты понимаешь, что тебе нужно делать, чтобы исполнять свои желания? Ты правы Неважно, какие желания Рен может исполнить Мискликнул Нет, будет точнее сказать, что Рен знает, как заставить мир исполнять ее желания Такова собственная сила Рен Ага Тогда чего же ты желаешь? Ты принцесса, кому мир дарует желание Но сейчас ты не знаешь, куда тебе стоит вернуться Ты выглядишь, как потерявшийся котенок Нет, возможно, ты действительно знаешь, когда хочешь вернуться И вы знаете, что меня в этой ситуации смущает? Меня смущает поведение Рен в том, в плане, что... Она ведь защитила Колина Она действительно пыталась его найти И спасла его действительно Она бросилась на помощь к нему Закрывала с собой, что самое важное Вы это видели? Я вспоминаю ее пять лет назад То, какое нам ее показывали в ее двери в The Third И я вспоминаю, что она тогда Смотрела на своих родителей, желая их убить Но она отказалась Она поняла, что не хочет этого И... Колин ей понравился, сколько я помню Она сказала, что вот он чистый, непорочный, истинный ребенок Как и сейчас она это же самое сказала Эти же самые слова Что он правильный ребенок А она сломанное подобие ребенка Понятно, почему сломанное И, судя по всему, София с Гарольдом очень любили ее Возможно, и она это прекрасно понимает Она видит, как они любят Колина И понимает, что, возможно, ее любили так же Но что-то пошло не так Вопрос только что Я вообще сомневаюсь, что... Когда я остановил Лева Да, я помню, да, Марик Я помню Да, кстати, ты прав Действительно, тогда я ее остановил Лева Тирл проникся Понимаешь, Тирл... Я не ожидал увидеть Рен такой Я привык к другой Рен Здесь ее показали с совершенно одной стороны И мне это нравится И я бы хотел, чтобы Рен была такой Вот в чем проблема Не потому, что мне нравятся милые маленькие девочки Нет, просто потому, что мне кажется У нее в голове наконец-то что-то перемкнуло Благодаря эстетям в том числе Наверное Я хочу верить в это, по крайней мере Я хочу верить в то, что Рен меняется И меняется в лучшую сторону Потому что она увидела то, какой мир на самом деле может быть Без издевательств над ней Без вот этого... Без верчения вокруг нее Мне кажется, что она наконец-то... Она начинает как-то... Она начинает ценить жизнь Потому что я уверен, что Рен Которая была до событий СЦ И даже до событий The Third на самом деле Она бы никогда не сделала то, что сделала сейчас Она бы проигнорировала Колина Может быть, она бы даже сама могла его прикончить Не знаю Почему нет Даже не знаю, кто он такой на самом деле И мне нравятся те изменения, которые я вижу в Рен Я хочу, чтобы Рен была такой В том плане, чтобы она отдавала счет своим действиям И... Была, что ли, более человеколюбивой, возможно Что мне не нравится Единственное, что она не хочет встречаться с родителями Я понимаю, почему Она, возможно, понимает Что эта встреча причинит им невероятную боль Но с другой стороны Мне кажется, они были бы невероятно счастливы Видеть, что Рен жива Что с ней все в порядке И я уверен, что они бы с удовольствием приняли ее домой И мне кажется, что это было бы правильно Что здесь ее дом С... Хотя торкнет тогда сцена его Посмотрим Тирл Посмотрим Я пока не знаю, что там будет, но... Понимаешь, потому что я видел в спойлерных анонсах Четвертого сцена Мне не понравится то, чем закончится история Рен К сожалению Но в любом случае пока что Я вижу очень положительные подвижки в ее характере И мне просто безумно нравится то, что я вижу Реально Она делает правильные шаги В правильном направлении И мне просто... Я просто хочу... Я понимаю, что скорее всего этого не будет Что не встретится она с своими родителями никогда Что так она останется для них мертвой И, возможно, пропавшей безвести просто девочкой Судя по всему Как они до сих пор считают Но... Не знаю Возможно, для них действительно лучше не знать, что она жива Не знаю Правда, не знаю Сложно сказать Насколько правильно было бы сейчас ей показаться перед ними Сказать, что я не хочу быть с вами Наверное, нет Лучше так же, как и не знаю Насколько правильно было бы ей сейчас остаться с ними Потому что я не уверен, что она сможет жить с ними, как прежде И, возможно, ее ждет та же судьба, что ждет Тио Что... Какой столкнулся Тио В том плане, что... Весьма вероятно, что... Ммм... Она просто рано или поздно у ее до сих пор Даже здесь будет банально скучно Она банально... Будет чувствовать себя не в своей тарелке И боюсь, что это все равно причинит им боль Но, с другой стороны, мне кажется, что они поймут и смогут ее отпустить в этот раз Потому что они поймут, что это ее решение Которое... На которое они не могут повлиять Поэтому... Я не знаю, как однозначно высказать свое отношение к этому Но пока что я просто очень приятно удивлен тем, что я увидел Я не ожидал увидеть Рен такой И я повторюсь, я приятно удивлен Я не знаю, правильно это или нет, но... Она молодец По-своему, но она молодец Пока что... Впрочем, хоть на твоем пути стоит много препятствий На твоем пути домой предстоит много препятствий, ты не можешь вернуться Делай в этом Это лишь моя интуиция и предположение Прошу прощения, если я не прав Впрочем, и специально они Служба поддержки Если есть маленькая девочка в беде, мы хотим помочь ей так сильно, как только можем Даже если не можем вернуться с тобой, мы можем, по крайней мере, помочь тебе сдвинуть препятствия Мистер, нахождение правильных причин не только ваша... Не единственная ваша сильная сторона Еще одна ваша сильная сторона это... Самообман Что-то вроде вас Что вы вообще можете понять, Врен Очевидно, что не могу Более того, возможно, есть люди... Другие люди, на которые ты хочешь полагаться Но это не единственная препятствия, верно? Возможно, ты могла бы доверить нам те, что... Среднего размера? Так... Так... Лоид, похоже, что господин Гард хочет увидеть нас Не можно войти, ладно? Я... Нет, ну... Может, спрятаться в шкафу, если хочешь Оу... Кивает Да, пусть зайдет Да, подожди немного Прошу прощения Хвала богини, хвала богини А где Рен? А теперь представьте, какую боль испытывает Рен, когда видит то, как пекутся о Колине и ее родители Которые могли бы печь, что точно так же о ней На самом деле... И вот теперь я не могу... Я теперь даже не знаю, захочешь ли она к ним вернуться Потому что... Вот знаете, мне очень сложно сказать, что она сейчас чувствует Что какие мысли ее одолевают Я бы очень хотел, чтобы она сейчас вышла и сказала, мама, папа, я здесь Но она этого не сделает Ну, были некоторые обстоятельства и... Она прячься вот там в шкафу Почему? Похоже, у нее есть свои причины Господа, большое вам спасибо Я даже не знаю, как вас отблагодарить Я никогда не забуду Я навсегда буду в вашем долгу Их же инфаркт хватит, если она выйдет Я кажется, это было бы самое счастливое соединение в кисиках Эвер Но мне кажется, это не произойдет никогда Это даже немножко больно Гарльт глубоко поклонился Нет, пожалуйста, поднимитесь В смысле, мы же искали Колина, потому что должны были это сделать и... Нет, нет Если вы не нашли... Если вы не нашли... Колин, это дитя Правда, правда, большое спасибо Все хорошо, все в порядке Почему они... Недолго Колин спал Колин! Колин! Что? Почему папа и мама живут? Почему папа и мама здесь? Колин! Колин, я не знаю Как же все хорошо Разве не... Неправильно было беспокоить папу и маму? Ну, послушайте, было так весело Я побежал за машиной Миши И завел много новых друзей Играл в прятки Забежал в машину полную разных пакетов Полных разных коробок И там было темно А когда я выбрался, я увидел превосхитительную желтую бабочку А потом... Потом... Что? Там была фиолетовая девочка Где фиолетовая девочка? Точнее, ну или не фиолетовая Вау, а вообще фиолетовый, да? Фиолетовый? Девочка? Да Послушайте, она была такой сильной Она была нежной И у нее приятно пахло И у нее были фиолетовые волосы Прямо как у папы Простите, кто эта девочка? Ну она маленькая девочка, которая помогла нам искать Колина Она выглядела как иностранная путешественница Мы правда не знаем, кто она Понятно Такая вещь произошла Я бы хотел видеть ее вновь Чтобы мы могли поиграть в ней еще... Чтобы мы могли поиграть с ней еще раз Рен его силу и мысли, что расцепило Я бы не удивился, на самом деле Он снова уснул Пожалуйста, послушайте ему так выспаться, если хотите Мы не возражаем Правда, большое спасибо за все Впрочем, девочка с таким же фиолетовыми волосами, как у меня Возможно, это проведение богини через этого ребенка Да, я тоже так думаю А, они типа думают, что это как призрак Рен, который типа пришел ей на помощь Типа он видел типа ее проекцию Что-то... Что-то, 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 что-то Простите, мне похоже, есть какие-то причины А, и? Да, ну... Дорогой, я не против Мы не так много для нас сделали Нам нужно объяснить им ситуацию, наверное Ты права Они что будут рассказать про прошлое сейчас? Серьезно? У нас однажды была дочь Это было примерно 7 лет назад Была, это значит, что она Да, в несчастном случае Хотя нет, он не был несчастным Это дитя Мы будто сами ее убили Что? Это... Восемь лет назад Я был начинающим торговцем И я отчаянно пытался выжить В расширяющемся торговом рынке кроссбола В результате я оказался завязан В опасных спекуляционных сделках в республике И я был должен большую сумму денег Мы жили в бегах с нашей маленькой дочерью Нигедомо-нигедомо Нигедомо Сайкеншенни уваре Ваташтачьи Анжуно-чьи Алимасендесят Самое интересное, Демарик, что Рен сейчас тоже, скорее всего, это все слышит Ведь И, возможно, она тоже знает правду И, возможно, нам кое-что поменяет в своей голове Опять же Мы бежали и бежали На кредиторы нас преследовали И нигде мы не могли на ней чувствовать себя Безопасными беженцами В таким темпе, возможно, бы и жестокая мафия бы появилась Боясь этого, мы доверили нашу дочь Нашему старому другу В этом-то самый цимус Я понимаю, Демарик Он живет в республике И он очень И он друг, которому мы можем доверять Платится тоже, кстати, у нее обратить внимание Игрушка все та же Я намеревался очистить Я намеревался сбросить все долги И после того, как И после того, как стал бы чистым Как с иголочки Я бы... Я хотел забрать свою дочь К счастью, благодаря советам надежного Юриста Мы смогли разобраться с долгами Неужели это был Ян Гримвуд? Я не удивлюсь, если это был он, кстати Я восстановил свой бизнес Используя связи и представителей Я работал как проклятый И каким-то образом через год Я смог отплатить все долги Я наконец-то мог увидеть свою дочь Я наконец-то мог жить полноценной семьей Снова Так и было, по крайней мере А когда я навестил своего друга Которому я доверил свою дочь Такое ощущение, что там прошел ураган Говорят, что в то время Воровство и разрушения были чисты в республике И до моего друга пострадал от подобного инцидента И наша дочь, которую мы доверили Ему тоже была в этом замешана Мы искали ее как полумные Однако состояние трупов было настолько ужасным В конце концов, что В результате всех вскрытий Мы могли только понять, что все в доме были мертвы Наша дочь Мы навсегда потеряли Нашу невозместимую драгоценное сокровище И единственное, что там оставалось Это предаться отчаянию После того, как мы подвергли это дитя смерти Мы больше не знали, ради чего жить В таком состоянии мы даже думали совершить данное самоубийство, но... В это время моя жена... В это время моя жена... Поняла, что она была беременна Колином Малышим братом этого ребенка Конечно, когда мы узнали об этом Мы восстановили силу... Ну, силу воли к жизни Я посвятил себя целиком полностью только честным сделкам Чтобы больше не повторять подобную ошибку А затем родился Колин Мы постепенно вновь обрали землю под ногами Впрочем, мы продолжали смотреть прочь Мы пытались отвернуться от горечи, потери дочери Из-за наших ошибок Из-за греха, который мы совершили Это грех, который отягчает нас Простите, что рассказала вам такую длинную, неинтересную историю Так вот, что произошло Я... у меня нет слов Это очень печальный рассказ Впрочем, этот ребенок рос постепенно И начал напоминать то, как выглядела наша дочка И в мгновение ока мы достигли точки Когда мы начали мучиться из-за чувства вины Но не нужно было расставаться с этими маленькими ручками Родители и ребенок должны были всегда оставаться вместе Неважно, как это было деть сложно и болезненно Мы достигли момента, когда у нас не осталось ничего, кроме сожаления Затем мы решили подумать несколько в другом ключе Что тот факт, что... Мы были благословлены Колином из-за смерти нашей дочери и проведения богини Я думаю, наша семья должна абсолютно точно стать счастливой Это единственный верный метод, по которому мы можем отплатить нашей дочке Мы полностью отдаем себя отчет в том, что это очень эгоистичное объяснение, но... Господин Гарольд Я думаю, что это тоже может быть подходящим подходом Да, как ни странно, но это лучше, чем просто страдать и стоять на месте Спасибо вам Впрочем, случилась очень странная вещь Вы сказали, что девочка, которая помогла Колину, у нее были фиолетовые волосы, как у меня Этот ребенок, моя покойная дочь, у нее были такие же волосы Но... Тогда... Тогда... Да... Мы бы хотели формально встретить ее и поблагодарить ее от всей души Хорошо Если мы сможем связаться, мы абсолютно точно расскажем об этом ребенке Наверное... Наверное Небось еще и в слезах Знаю я... Они ушли домой Ну... Детеки-то, да Можешь выходить Ага А... Рен... Саа... Мисс Рен Хорошо, да? Ты рада? Если вы не забудете, я думаю, что вы еще не сможете их догнать Но... Угу... Хорошо Нет Нет Не нужно Рен Одна из причин, по которой Рен приехал в этот город, испарилась А потому все в порядке Это ее лицо, боже Понятно Не может быть, ты и правда уверена? Рен-чан, как ты думаешь, как ты... Прин, неважно, как я на это смотрю, но ты... Приняйте, девушка Успокойтесь, мамзель В этом мире смелые люди имеют куда более неприятные причины Это куда более неявные причины Не нам решать за других людей, что им нужно Но ведь... Я тоже согласна Пожалуйста, не смотрите так Спасибо вам, мистер За то, что убрали с моего пути Один из самых больших... Одно из самых больших препятствий Индрансон К слову, я не знаю, вот, простите, я должен уточнить Момент Препятствующий возвращению Рен домой Вот как Если я смог помочь, то... Почу зачесть Спасибо и вам тоже, леди Я должным образом поблагодарю вас за сегодня в будущем А теперь Рен должна уйти Ух, девочка Бедная, бедная девочка Хоть бы обняли ее на прощание Это так нужно сейчас, поверьте мне, ребят Ох... Это было очень хорошо Не забывайте, чтобы не было убежать Разве это было нормально Не последовать за ней, не взять ее Ааа... Конечно, я думаю, что я думаю, но... Да, естественно, я бы думала об этом Но... Это было бы у нас на руках, не думала Ну и потому что наша роль на этом заканчивается Ллойд-сан, у токуи-но-суири-дес-ка? Это особые причины, господин Ллойд-э? Нет, суири-то-ю-ка Нет, дело не в этом Ано-о... Гомен-куда-са-ай Простите меня Как же вы, черт возьми, вовремя Господи Мать моя женщина Это... Дикай-кара-ми-тай-не Похоже, кто-то с первого этажа Вас тут так не хватало Бедная Рен, как же вовремя она улезнула Ааа! О, это вы Субтитры сделал DimaTorzok